Телевизионная воскресная школа Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами продолжаем разговор о царской семье. В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в Злодейске была убита семья последнего русского государя Николая II и вместе с ним четверо верных слуг. Кто были эти люди по промыслу Божьему, до конца оставшиеся с царской семьей и сохранившие им верность? Слугам достаточно было сказать одно слово отречения, чтобы спастись. Однако они этого слова не произнесли. Алоизий Егорович Труб, 62 лет, полковник, коммердинер последнего государя Николая II. Анна Степановна Демидова, 40 лет, уроженка Череповца, горничной императрицы, обучала рукодельному мастерству великих княжон, знала несколько иностранных языков, прекрасно играла на фортепиано. Иван Михайлович Харитонов, 48 лет, служил на флоте, повар царской семьи, совершенствовал свое мастерство в Париже. Доктор Евгений Сергеевич Боткин, 53 лет, сын врача, закончил военно-медицинскую академию, доктор медицины. Во время русско-японской войны добровольцем отправился на фронт. Добровольно остался при государе, имел множество боевых наград. В ссылке все они пытались ободрить, поддержать друг друга. Они, оставшиеся в тени царственных знаменитостей, в последние месяцы жизни олицетворяли всех их подданных. Слуги прекрасно осознавали, на что идут. Сохранилось письмо доктора Боткина из заключения. Не думаю, что мне суждено когда-нибудь еще писать. Мое добровольное заточение настолько временем не ограничено, насколько ограничено мое земное существование. В сущности, я умер. Умер для своих детей, для друзей, для дела. Я умер, но еще не похоронен или заживо погребен. Но духом я бодр, несмотря на испытанные страдания. Меня поддерживает убеждение, что претерпевший до конца тот спасется. В течение полутора лет мужество не изменяло Евгению Сергеевичу Боткину в ссылке. Когда большевики пытались как-то спасти его и предлагали ему организовать частную практику, открыть свою клинику в Москве, Евгений Сергеевич Боткин сказал, я дал честное слово царю, что останусь с ним до тех пор, пока он жив. Я не могу не сдержать свое слово. Это невозможно для человека моего положения. Искусители не унимались. Но что же вы жертвуете собой? Для чего? Ради потерянного дела? Для потерянного дела? Мрачно ответил Боткин. Но если Россия гибнет, погибну я с ней. Меня радует, что есть еще люди, которые заботятся о моей участи. Но я говорю свое последнее слово. Я остаюсь царем. Слуги прекрасно знали, на что они идут, но были мужественными до конца. 14 июля за три дня до убийства для узников была отслужена последняя в их жизни обедня. А в ночь на 17 июля в подвале Ипатьевского дома прозвучали выстрелы, которые унесли жизнь 11 человек, 7 членов царской семьи и 4 верных слуг. Пьер Жильяр, учитель французского языка царских детей, в книге воспоминаний писал. И смерть пришла, но ей претело разлучать тех, кого жизнь так тесно сплотила. И она взяла их всех, соединенных одной верой и одной любовью. А внук повара Ивана Харитонова Валентин Михайлович Мультатулли Харитонов написал стихотворение «Четверо слуг». Доктор, служанка, лакей и повар Могут уйти, они тут ни к чему. Вы свободны, вы можете скоро Живыми покинуть эту тюрьму. От боли тревожней забилось сердце, Вспомнился дом и семья. Из подвала на волю открыта дверца, Но шагнуть за порог нельзя. А как же любимые, как же дети, Навеки одни без них? Но разве возможно жить на свете, Если предашь других? В темнице светлые души томились, Светлые лики русской земли. Четверо верных им не изменили, Четверо слуг от них. Не ушли. И каждый стал навеки покоен, И боль свою к звездам унес. И каждый был царя достоин, И каждого обнял Христос. Традиционно в завершении нашей программы Мы предоставляем слово про теорию Романа Лыбко, Который отвечает на вопросы, Поступающие от вас, дорогие телезрители, В наш адрес. Рубрика «О вере и жизни». Здравствуйте, уважаемые телезрители, Добрый день, братья и сестры. Вопрос, который я сегодня попытаюсь порассуждать, Ответить, может быть, не получится во всей мере, Касается пожертвования человека на храм. Вот спрашивается, человек спрашивает, Как вот со стороны организации или частного лица Оказать реальную помощь приходу? Ну, мне, как священнику, честно говоря, Не совсем удобно отвечать на этот вопрос, Хотя говорить об этом надо. Рассеивать всякого рода заблуждения В том смысле, что церковь, некоторые считают, Субсидируется государством, Что приход, который там где-то находится в селе, Он финансируется, помощь получают из Москвы, Из патриархии. Вот, все об этой теме мы уже касались, Говорили о том, что на самофинансировании Находится приход. Вот, а почему мне неудобно как священнику Касаться этот вопрос? Потому что некоторые, ну, это раздувается подчас. Я понимаю, что в семье не без урода, Разные бывают исключения. Священник может и в карман положить Какой-то, где-то, когда-то положил сумму. Но подчас вот люди так складываются мнение такое, Что, в общем-то, что это все чуть ли действительно Не в карман священнику помощь оказывается. Поэтому интересуется, как это сделать так, Чтобы было четко доказано, Что мои средства пошли именно на пользу приходу. Ну, начну с того, что финансовая помощь, Любая, она, возможно, И совершалась и ранее, и сейчас, В наших условиях, Через вложение в копилку, Как называют, кружку церковную. Вот, причем нужно помнить, Что и финансовая, не только какая-то натуральная Или там предметная помощь нужна, Потому что на приходе нужно платить за свет, За воду, всякие земельные налоги, Там, транспортный налог и так далее. Существует воскресная школа, Как правило, там, молодежный центр, Требуется все, там, и чай ребятам купить, Сахар и так далее. Вот, поэтому эта помощь тоже нужна. И без денежного эквивалента тут никак. Тем более, что сказать, Ведь, если мы возьмем древние времена, Когда церковь только начинала свою жизнь, Тогда, конечно, приносили в общину То, чем человек жил. То есть, если земли делится, То он свои плоды, Плоды своих трудов. Если виноградарь, то, понятно, Кто скот разводил и так далее. Все в общей, как бы, В общей стерковной. Это вношение было, вносение. Вот, то сейчас, конечно, Ведь, в основном, так, что, получается, Мы плоды трудов получаем, Люди получают миру в радужных бумажках. Таким образом. Поэтому часть своего какой-то, вот. Есть в многих храмах целевые, Вот эти копилки, где написаны, допустим, На воскресную школу, Или там на украшение, реставрацию, Или написание иконы определенной. Вот сюда человек может положить средства. А я должен пояснить, Что изъятие этих средств, Учет их совершается особыми людьми, Которые не связаны с настоятелем, Родственными узами, старостой, Которые выбираются на общем собрании. Ревизионные комиссии, Они пересчитывают эти средства И следят за тем, чтобы они были направлены По назначению. Для очень сомневающихся, конечно, И тех, кто хочет увидеть зримо Результат своего пожертвования, Можно предложить следующее. Пожалуйста, есть такие возможности. Ну вот, в частности, на нашем приходе, Я помню, человек пожелал определенное оборудование. Вот, допустим, в лагере воскресной школы Была приобретена им плита для того, чтобы, Кухонная, чтобы там готовить пищу. Вот. Есть такие примеры, как, ну, вот оборудование для Звуковое, я имею в виду, Видео-аудиотехника, Которую человек сам приобретает, Сам приносит, Дает, пожалуйста, Такая возможность есть. В храме в самом, ну, пожалуйста, Видит человек, что не хватает подсвечников, Допустим, липаникодилы старые, В общем, ли, в общем, вместо него люстра висит. Это можно вопросы решить, настоятелем узнать. А что вам конкретно нужно? Вот, что я могу приобрести? Это можно приобрести или в бытовых магазинах, Там, бытовую технику, Или же в объединении Софрина, Мастерских, Которые изготавливают специфические вот для храма предметы. Вот таким образом, пожалуйста, можно это делать. Вот у нас есть пример на нашем приходе, в частности, Когда каждое утро приезжает машина с пекарней, И они привозят хлеб свежий для общей трапезы. Вот, пожалуйста, таким образом помощь оказывается. Приходит замечательно. Вот, лишь бы было, конечно же, желание, вот это, Лишь бы была возможность контакта вот с настоятелем, Чтобы выяснить конкретно, пожалуйста, Ну, не желаешь в финансовых только, То есть в денежном выражении. Таким образом можно это сделать. Неудобно говорить, конечно, Но подчас люди не всегда понимают, Или не хотят понимать, я не знаю, Реалии современных цен, Нашей жизни уровня. Вот, и бывали такие случаи, Человек оказывает помощь, Собственно, Ну, небольшую, очень скромную, Прихода, А просит, чтобы было опубликовано Благодарственное письмо, Да в газете поблагодарили его. Вот такого рода, конечно, Несколько смущает, конечно, Ну, это уж дело совести, конечно, Жертвователи, и понятное дело, Что всякая жертва приносится, О чем хотелось бы сейчас и завершить, Чем хотелось и завершить, Что она ведь приносится Ни настоятелю, Ни старости прихода, Ни работникам, Ни процветанию только города, Который украшен там этим зданием Прекрасным внутри и снаружи. Вот, это жертва Богу. И всегда было это понимание, Человека, что он, Идя в храм, Приобретаем, что ли, там, Кладя там денежные средства, Он прежде всего жертвует Богу. Вот об этом, если помните, То, я думаю, все, возможно, Найти форму вот этой помощи, В частности, и для того, Чтоб дом Божий, И семья Божия в этом доме, Были чистыми, красивыми, В общем, благополучными. Наша сегодняшняя программа Подошла к концу. Мы снова и снова Поздравляем вас, Дорогие телезрители, С продолжающимся периодом Попоразнства Святой Пасхи. И не прощаемся с вами. Уже в следующее воскресенье Мы снова встретимся В нашей телевизионной Воскресной школе. Желаем мира и тепла В ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог. Христос Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok